МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Новый политический год стартовал. И стартовал он, как и положено, с разговоров о масштабных акциях протеста, которые состоятся 4 февраля. В Москве и в Санкт-Петербурге, я думаю, что и в других городах России. За месяц до президентских выборов. Любопытно здесь, однако, не то, что они состоятся, это как раз нормально и хорошо, а то, какая идеологическая подготовка ведется в преддверии масштабных протестов, недовольных фальсификациями на прошедших декабрьских выборах граждан. В сегодняшнем номере «Новой газеты», а я напомню, что это первый номер в этом году, от 12 января, появилась целая подборка материалов, которые призваны сформировать идейную платформу либеральной оппозиции накануне масштабных акций протеста. Любопытен сам по себе уже состав авторов. Тут тебе и господин Клямкин, вице-президент нынешнего фонда «Либеральная миссия», известный еще тем, что был идеологом у антикоммунистов из межрегиональной депутатской группы, у тех самых, которые 20 с лишним лет назад приступили, как они выражаются, к демонтажу советской системы, к ликвидации коммунистической партии и развалу Советского Союза. Ныне, оказывается, господин Клямкин по-прежнему востребован в качестве сценариста «Оранжевой революции». Сам термин «Оранжевая революция» мне, правда, не нравится, поскольку он у нас связан с довольно случайным обстоятельством, когда в 2005 году, в 2004-2005 годах националисты всех мастей, бандеровцы, объединившиеся с украинскими либералами на антикоммунистической, русофобской, антисемитской платформе, под оранжевым цветом продвигали к власти националистов Ющенко и тогдашнюю националистку Тимошенко. Это случайное обстоятельство. Оранжевая символика происходивших событий. И сама революция, которая на самом деле была не революцией, а скорее контрреволюция, попытка окончательно похоронить советское наследство на постсоветской Украине, вызывает у меня негативные отношения. Я думаю, что термин «Оранжевая революция» стоит переименовать в термин «Окончательная капиталистическая контрреволюция» в пользу настройки капитализма. Вот именно эту окончательную капиталистическую контрреволюцию, которая, по мнению всех этих Игоря и Клямкиных, призвана довершить начатое в 1988-1991 годах, они и пытаются всучить в качестве идейной платформы к предстоящим акциям протеста. Помимо Клямкина состав авторов интересен, повторюсь. Там и сотрудница Центра Корнеги американского Лилия Шевцова, там и политолог, работающий в Великобритании, но явно российских либеральных взглядов, гражданина нашей страны, к сожалению. Там и известный своим махровым антикоммунизмом Георгий Сатаров, юрист Михаил Краснов и много кого еще. То есть вся эта публика сценаристов либеральных сил, юристов и идеологов, участвовавших в том числе и в качестве экспертов в позорном фарсе 20-летней давности, попытки в Конституционном суде Российской Федерации осудить коммунизм как явление общественной мысли, признав его преступным, попытки, кстати сказать, тогда в 1992 году провалившейся, и теперь они выходят, используя массовое недовольство, на второй заход. Что хотят эти авторы материалов «Новой газете», что хочет вообще говоря либеральный истеблишмент? Ни много ни мало созыва учредительного собрания. Оказывается, всем, кто в декабре выходил на акции протеста и будет выходить сейчас 4 февраля, не хватает не только организаций, но и общей, идейной, как они выражаются, позитивной платформы. И в качестве таковой они предлагают конституционную политическую реформу и созыв учредительного собрания, которая, где, созданная выборщиками со стороны, учредит по новой российскую капиталистическую власть, российскую буржуазную государственность. Стоит отметить, что созыв учредительного собрания будет означать не только новое учреждение либо второе издание старого буржуазного государства, скорее все-таки второе издание, но и полный отказ от юридической правопреемственности с Советским Союзом, потеря места в Совете Безопасности ООН и всех тех обязательств, которые были завоеваны СССР и ныне используются Российской Федерацией, их мало волнует. Но я думаю, что здесь гораздо больше, помимо идеологических и политических соображений, играет роль вопрос имущественной, вопрос реституции. Бывшие социалистические страны Центральной и Восточной Европы вернули собственность, конфискованную трудовым народом после Второй мировой войны прежним владельцам. В России этот номер пока не прошел. Президент Медведев, славный своим клирикализмом, своей истовой высорковленностью и крепкой мужской дружбой с патриархом Кириллом, правда вернул труд православной церкви, ну и под Сурдинку и другим религиозным конфессиям, конфискованную трудовым народом после Октябрьской революции собственность. Соответствующий законодательный акт принят. Но ведь сколько еще помещиков, капиталистов, точнее их потомков, до сих пор не получили возмещение за то, что было безвозвратно потеряно в октябрьские дни 1917 года, что было национализировано в 1918 году и позднее декретами трудового народа Всероссийского Центрального Исполнительного Комитета Съезда Советов. А ведь как хочется получить лесные угодья, земельные имения, плодородные земли, особенно в Черноземье, фабрики, заводы, дома в городах, недвижимость, либо миллиардные компенсации. Так и видишь толпу недобитков, потомков недобитков, которых не сумели достать в 1918 году чекиста Держинского и не изъяли сотрудники НКВД в 1937-38 годах при Ежове, и вот теперь их потомки кинутся в будущее учредительное собрание с воплями «Наше! Требуем! Верните!» Я думаю, что идея использовать политическую конституционную реформу как возможность для реституции и чтобы воссоздать твердую социальную опору, классовую опору господства современной буржуазии в России налицо. И именно эту программу подсовывают тем, кто недоволен фальсификациями и массовыми махинациями, да и вообще путинским режимом лицам, те, кто сегодня выступил с соответствующими заявлениями в новой газете. А что может произойти в случае, если этим господам и дамам как-то по случайности перепадет государственная власть? Пусть даже и власть в парламентской или власть в учредительном собрании можно увидеть на примере законодательного собрания Санкт-Петербурга. Точнее, фракции Яблока, которая там находится. Мне попал в руки недавно текст, написанный еще в конце прошлого года, известным нашим городским журналистом, журналистом, златоустом и опубликованный на сайте АПН СПБ «Как грызутся яблоки». Достойно того, чтобы процитировать. «Дорвавшись наконец-то до властных кресел, господа либералы показали себя во всей красе. Вернее, на этот раз они превзошли сами себя. Маски сорваны, демократия на марше. Лицемерие, трусость, карьеризм и стяжательство, зависть и ненависть к ближнему – вот основные движущие силы нашего либерального парламентаризма». Казалось бы, шесть мест для партии, которая вообще не была представлена в городском парламенте и третий созыв подряд не проходит в Государственную Думу – это очень хорошо. Но вместо того, чтобы радоваться внезапно привалившейся удаче, сказать спасибо избирателям, поздравить друг друга и начать слаженную работу в команде, яблочники принялись на глазах у изумленной публики, а стервенело грызться между собой. Делить депутатские мандаты, поскольку выяснилось, что избранными оказались не совсем те кандидаты, которых бы хотело видеть партийное руководство. А такие известные персонажи, как бывший ликвидатор советской власти в нашем городе, председатель Петросовета, а до этого демократического линсовета Александр Беляев, и известный своей дружбой социально-ориентированными строительными компаниями Михаил Амосов не прошли. Вот и нервничают, и суетятся, и дергаются яблочники, чтобы сдала мандат в пользу Амосова беременная женщина на пятом месяце беременности Ольга Галкина, чтобы отказался от мандата в пользу Беляева социал-демократ Вячеслав Натяг, принимают решение Бюро регионального совета с требованием, вот, рекомендуем отказаться в пользу Амосова. Вот демократия на марше, и публично выясняют отношения между собой, в том числе и в средствах массовой информации, заявляя, что вот на кону их репутация. Ну, репутация-то у людей, которые бегали в Смольный, которые помогали Единой России на этих выборах, потеряны, допустим, давно и безвозвратно. Мы помним, что в петербургском метро присутствовала реклама только двух партий, Единой России и Яблок, все остальные туда попасть не могли. Мы знаем, сколько средств вложила Яблоко в ту самую предвыборную кампанию. Коммунистам они эти средства и не снились. По-моему, в шесть раз больше. И в этой ситуации партия-спойлер Единой России, которая пытается показать, что они настоящие демократы, и что это честно, сосредоточила свои усилия не на выполнении и наказах избирателей, а на борьбе с беременной женщиной, которая должна отдать свой депутатский мандат господину Амосову. Очень достойно, очень показательно, достойно, естественно, в кавычках. И возникает вопрос, почему победа, как пишет журналист Анаконский, не пользующего, мягко говоря, особой популярностью в массах и не имеющего ни малейшего парламентского опыта, проректору Петербургского института иудаики господина Кобринского, сомнений ни у кого не вызывало. И отказаться от мандата в его случае никто не требовал. Может быть, этот прирожденный депутат нужен яблочникам, потому что он избрался в Петроградском районе, который курирует нынешний спикер Единорос Вячеслав Макаров. Возможно, проректор Петербургского института иудаики является тем самым связующим звеном между партиями «Единая Россия» и «Яблоко». Поэтому во фракцию он нужен, в отличие от Галкиной. Ну а что касается господина Амосова, то мы помним его как автора доноса на «Национал большевиков» в 2006 году за разбрасывание листовок в законодательном собрании. Видный демократ и либерал, подписавший письмо в прокуратуру, умыл руки, а ребята несколько месяцев до суда просидели в крестах за одно лишь разбрасывание листовок. Мы помним, как он на бульваре Крыленко защищал интересы социально ответственной, социально ориентированной строительной компании «Донг» за строителей и против инициативной группы граждан. Мы помним его речи на столь широко рекламированном яблоком собрание граждан против охота центра. С чего он начал свое выступление? Да очень просто. На общественных слушаниях либерал-демократ Амосов первое, что сказал. «Земля эта выкуплена в частной собственности «Газпрома», и мы не подвергаем сомнению его возможность строить все, что он хочет». А дед частной собственности на землю, оставшийся без депутатского мандата, теперь мобилизует весь партийный ресурс, чтобы отбить его у беременной женщины. Вот лицо либералов во власти либерального парламентаризма. Вот эту самую картину, которую мы наблюдаем в Петербурге, господа из «Новой газеты» и те, кто заказывает им музыку, готовят во всей России. Этим самым учредительным собранием. С доведением до конца буржуазной контрреволюции и разрушением остатков советской системы, которую им не удалось сделать в 1991-1992 годах. Теперь они надеются взять реванш. И все это, разумеется, прикрывается риторикой в защиту прав граждан, демократии, прав человека и много чего иного. Риторика эта нам известна. И не только нам, не только в нашей стране. Она всегда используется для обмана людей труда. И очень хорошо об этом сказал никто иной, как французский философ-энциклопедист Денис Дедро. В трибуналах, на собраниях, повсюду, где хотят властвовать над умами, притворно изображают то гнев, то страх, то жалость, чтобы заразить слушателей различными чувствами. То, чего не может сыграть подлинная страсть, выполнить страсть, хорошо разыгранная. Разыгрывая сейчас перед широкой публикой, как это заметил Дедро, любовь к народу, ненависть к Путину, ненависть к Единой России, укравшей голоса избирателей 4 декабря прошлого года. Они на самом деле действуют с трезвым, холодным расчетом. Использовать протестующих как таран, чтобы вернуться во власть. И если это произойдет, будет так, как в законодательном собрании Петербурга фракции «Яблоко», будет так, как мы это уже наблюдали в 90-е годы, когда антикоммунистическая шушера растаскивала нашу страну, раздербанивая советское наследство, проживая его, разворовывая, обманывая людей антикоммунистической демагогией. Я надеюсь, что второй заход не случится. По крайней мере, левым стоит приложить все усилия, чтобы этого не произошло. В том числе и активно работая с теми протестующими, которые сейчас выходят на улицы, на площади наших городов. Объясняя им, кто есть кто, кто за чьи интересы выступает, на чьей стороне правда, а на чьей стороне всего лишь красивая ложь, игра и обман ради решения собственных властных и материальных амбиций. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Семкин Корректор А.Егорова